Приветствую вас, меня зовут Сергей, я эксперт в коррекции веса с акцентом на сбалансированное питание. И здесь на этом канале как раз мы делаем акцент на сбалансированное питание компании Herbalife Nutrition. Разбираем продукты с разных сторон, говорим о результатах в целом, говорим как это лучше делать, какие нюансы есть. И в целом о здоровом образе жизни, ведь без него никуда. И в этом видео мы поговорим о немаловажной активности, бутренние часы для человека, неважно какая цель, зачем ее делать, что это такое, сколько времени тратить и какой результат она дает. Поехали. Рано или поздно люди приходят к осознанию того, что ну нужно что-то делать, нужно что-то менять, нужно как-то физическую активность подключать в свою жизнь. Когда ее 50 лет не было вообще, это очень тяжело сделать. И здесь у людей вот все вертится вокруг тренажерных залов, фитнес-центров, да, то есть у них это первое, что приходит на ум. Но я рекомендую вообще отбросить пока эту мысль и не заниматься этим вообще, в принципе, не обдумывать эти нюансы, в чем ходить, как ходить, сколько стоит и так далее. Пока вы не сделаете следующие вещи. Запланируйте себе на каждый день подъем раньше привычного времени для того, чтобы сделать зарядку, банальную зарядку. Да, многие недооценивают это, хотя все знают, что это полезно. Прямо с детства нам это говорили, и это действительно неоспоримый факт. Одни плюсы и минусов здесь нету. Это, ну я даже перечислять здесь не буду, что это вам дает. Это не только бодрость, энергия, тонус организма, кровоснабжение, активность мозговая улучшается с самого первого приема пищи, хотел сказать, с первых вот этих физических движений, да. Это еще учеными доказано, что это позитивно влияет в целом на мозговую деятельность и организм. Кровоснабжение сосуды и так далее. Все это важно. Это и настроение, это и контроль аппетита в течение дня. Мы не переедаем. То есть, ну очень-очень много вещей. И здесь фокусироваться главное на создании условий. Вы запланировали себе, и теперь нужно подумать, какие условия будут нам созданы для того, чтобы мы утром хотели ее делать. Возьмите себя, вспомните вчерашнего. И да, что-то мы как-то не очень горели желанием утром прямо делать зарядку, да. Вероятность, вы легли спать поздно, позже, чем обычно, или вообще это ваш привычный ритм, да, ложиться поздно. Сделайте следующее. Маленько сдвиньте. Как-то поиграйте со своим режимом привычки. Попробуйте сдвинуть то, что вы делаете. Телевизор смотрите, книгу читаете. Уберите это. Гаджеты также мешают. Ложиться нужно в нормальное время, да, для того, чтобы вообще эту зарядку утром делать. Плюс к этому ко всему следите за тем, что вы вечером употребляете в пищу, потому что это также и может быть барьером для того, чтобы утром ваш организм не хотел это делать. Вот чумная голова, вот эта тяжелая, да, конечно, это вот прямо сразу нет, да. Какая зарядка, вы о чем, да, мне бы куда-то дойти хотя бы и не помереть по дороге, да. Вот это, ну, из тех моментов, когда нужно создать условия. Мы должны просыпаться с таким наполненным состоянием, чтобы вот прямо с кровати вскочил раньше будильника и готов прямо делать все, вот прям тренироваться даже. Не просто зарядку там, да, какую-то легкую, а прям тренировку провести. Вот такое внутреннее состояние должно быть, то есть организм должен отдохнуть, прямо вот отдохнуть, состояние такое должно быть. Прямо выспался, то есть спал реально, ну, 6-7 часов, да, и выспался. Вот действительно мы все спим и не все высыпаемся. У нас есть, кстати, уникальный продукт, который поможет многим людям вечерний коктейль, формула-1 протеиновый. То есть этот продукт специально создан для того, чтобы закрыть вот вечерний поздний прием, у которых людей, у некоторых людей это конфетки, печеньки с чайком, там, хлебушек с маслом. А у кого-то и потяжелое это, как обед или второй ужин повторяется. Все, это сразу нет зарядки. Также у нас и эмоциональная составляющая немаловажна. То есть вот это напрямую также будет отражаться на вашем отдыхе, да, в ночное время. Ну и вы должны понимать, что те люди, которые снижают вес, для вас самое важное создать все условия качественного сна. Так будет намного эффективнее. Ну а зарядка, она как раз-таки будет дополнять регулярно вот тот момент, для которого вы вообще это и будете делать. Да, это в принципе ускорение метаболизма. То есть вы будете в течение дня тратить больше калорий, чем те люди, которые не делают эту зарядку. Вернемся на абзац выше. Запланировать. Прямо в будильник себе напишите. Прямо можно назвать будильник. Сделать зарядку. Или напоминание себе ставьте. Сделать зарядку. То есть даже с вечера, чтобы она срабатывала, чтобы утром у вас мысль уже была. Ага, нужно встать, сделать зарядку. Пораньше встать, соответственно, да. Насколько пораньше? Достаточно 15, даже 10. На первых этапах можно и 5 минут тратить суставная. У меня даже есть на канале, я специально записал 5 минут суставная гимнастика. Это в принципе для старта вообще вот так хватит. У меня в описании эта ссылочка. Перейдите, потом посмотрите. Даже можно делать 5 минутки какие-то. Потом уже для себя будете как-то ее модернизировать. Когда уже изучите, будете какие-то вещи другие делать. И выделяете в целом 10-15 минут. Еще древние китайцы утверждали, что 10-15 минут утренней физической активности заменяют 30 минут физической активности днем. То есть это существенная экономия на фитнес-залах. То есть смотрите, мы в зал ходим в среднем 2-3 раза в неделю. Взрослые люди заняты, семьи работа, не могут больше ходить, чаще ходить, по чуть-чуть занимаясь там. Они приходят сразу на 2 часа там и пофотографировались, позанимались и в сауну, и в баню, и все дела сделали, и все. Значит миссия выполнена. Но лучше делать зарядку по 10-15 минут утром каждый день, чем ходить вот так вот эпизодически в этот фитнес-центр. Непонятно с какой целью. Результат будет гораздо лучше, вот если вы системно будете делать вот это. Вы сильно сэкономите на каком-то абонементе, возможно на подготовке. Это будет у вас форма и так далее. И еще и транспорт добраться до туда. Просто вот для тех, кто не готов стать фитнес-бикини и с целью заниматься прямо на результат какой-то. Многие занимаются вообще без результата. Просто непонятно что-то делают, якобы для здоровья. Для здоровья утренние зарядки вот так за глаза вам хватит, поверьте мне. Просто начните это делать и самочувствие ваше улучшится кратно. Вот серьезно. Даже те, кто уже сбалансированное питание подключил, но не подключил зарядку, попробуйте. Вы прям сравните, какое самочувствие было вот до и через неделю регулярной зарядки. Вы улучшите во всех, улучшитесь во всех аспектах, во всех параметрах работы организма. И даже привычки будут меняться уже вот прямо на глазах. Я вам серьезно говорю, попробуйте. Все вы знаете, что это полезно. Все вы знаете, что это нужно делать. Но почему мы не делаем это? Самое такое вот основа это начать что-то делать и не забросить через какое-то время. Для этого как раз таки нужно это делать в системе. То есть, либо это делать с кем-то, то есть, ваш коллега, ваш партнер, муж и так далее с ним, чтобы не сливаться. И другой вариант это делать с персональным человеком, который занимается именно вот этим комплексе. То есть, вот здесь и ваше будет питание, коррекция веса и плюс физическая активность, мотивация, мышление. Это вот все здесь. Кстати, для тех, кому точнее интересно вообще узнать, как в комплексе это работает, я записал мастер-класс. Он чуть больше часа длится. Там как раз про все моменты и как создать условия для того, чтобы зарядку нам хотелось сделать. Как вообще физическую активность подключать, что для этого нужно и в каком объеме те люди, которые снижают вес. И вот это вот все в комплексе я сделал и выложил у себя на сайте. Перейдите по ссылочку. Да, это не бесплатно, но и не стоит каких-то великих денег, чтобы как-то задуматься о том, ну вообще надо мне или нет, или я все знаю. Там как пошаговый план и какие бонусы вы получаете, тоже вы там увидите на сайте. Ценность этого продукта, она кратно выше, чем вообще его стоимость. Поэтому, если интересно вам, ссылочка у меня также есть в комментариях. Можете посмотреть. Ну а еще раз возвращаемся в самый первый абзац, с которого я начал. Это планирование. Планируем, еще раз планируем. Любую активность, так же как и водопотребление, планируем. Напоминалку ставим себе. Приемы пищи пропускайте, напоминалку ставьте. И вот с этим моментом, без напоминания, на первых этапах, ну никак. А потом организм ваш будет просить эту зарядку. Вы прямо не будете ни дня обходиться без этого. Это как наркотик в хорошем смысле. Это действительно то, на что нужно подсесть.